Добрый день уважаемые друзья дорогие коллеги поздравляю вас с прошедшими праздниками и приближающимися я Эдуард Ланчик и Олег Рот приветствую вас на ежедневном брифинге ставки сделанных возле компании кит финанс по традиции начинаем с западных рынков давайте посмотрим что у нас там произошло за то время пока мы были на праздниках а произошло следующее значит S&P 500 снизила рейтинги ряда испанких банков это соответствующее отразилось на евро вот так что ничего удивительного потому что евро себя ведет не так как S&P если говорить про S&P то мы отмечали в конце прошлой недели что будет некоторая пила а поток в конечном итоге все равно мы пойдем вверх и по нашим расчетам в общем-то будем штурмовать уровень 1420 да то есть до уровня 1420 по S&P 500 это вот здесь вот осталось совсем немного сейчас он 1404 значит на что хочется обратить внимание подъем начался с нашей точки зрения в соответствии с тем как накачиваются объемы как идет рост это среднесрочный подъем буквально вчерашние движения вчерашний рост он был вызван хорошей статистикой индекса ASM manufacturing то есть в принципе лучше ожиданий он был вопреки региональной статистике как отмечают наши уважаемые аналитики значит если интересуют детали то пожалуйста можете об этих индексах о том об их истории и что от них ожидать и как они показывают какое влияние на рынок вы можете спросить у Дмитрия Шагардина сегодня например на брифинге в 12 часов дня а сейчас мы видим что американский рынок акций реагировал очень бурно на него но в принципе мы с вами должны помнить о том что если у нас идет тренд то практически все положительные новости у нас отражаются в сторону тренда а отрицательные новости в принципе отрицательные новости не придается серьезного значения да то в данном случае если он сыграл такую ключевую роль вчерашним движением но на самом деле это всего лишь подтверждение общего тренда вверх да вот я открыл вам график с объемом S&P 500 что хотел показать хотел показать что значит средний уровень проторговки на прошлой неделе одного из дней это 27 апреля было как раз уровень 1400 вот сейчас от него мы откатываем вверх вверх на мой взгляд на мой взгляд если как раз точно то мы еще чуть ниже опустимся попытаемся чуть ниже сходить пробить и только потом скорее всего пойдем вверх и в общем то вот так есть кто-то еще не успел купить мне кажется вполне можно играть есть возможности для открытия длинных позиций короткими стопами значит как говорил по по евро евро у нас находится в пиле очень тяжелый инструмент сейчас стал очень тяжелый вот уже много дней его пили даже рост у него был такой вот в этот рост я говорил что рост не нравится потому что на росте появляются огромные огромные отрицательные дельты в принципе скорее в этом росте было больше продавцов чем покупателей но тем не менее мы росли и вот сейчас S&P снижает рейтинг некоторых испанских банков плюс сегодня по размещения долгов Испании будет в 12 часов если я не ошибаюсь посмотрим как евро на это отреагирует ну и в общем то эпопея с выборами во Франции президентские убийцы к завершению так что скоро узнаем результаты и думаю уже поддержки евро не остается скорее всего скорее всего оно пойдет вниз как бы этого как бы это не было грустно поэтому что готовимся играть в шорс но на данный момент в этой пиле лучше в шорт не открываться потому что все стопы практически которые вы поставили будут вышибаться как вот посмотрите историю это вы увидите поэтому по евро готовимся играть в шорт но в текущий момент позиции не занимаем ждем более четкой ситуации чтобы можно было поставить стопы которые в общем-то не вышибут да соотношение резидоходность при этом были хорошие на нефть на нефть в принципе американская статистика тоже повлияла хорошо плюс все же ожидание запуска программы QE3 я думаю это рано или поздно произойдет наверное если не весной до конца мая то это будет летом ну в общем то в целом нефть подрастает но подрастает тоже вяло неохотно вот такое ощущение что растут и боятся как бы им по шапке не надавали сверху не забили обратно вниз вот никаких идей пока среднесрочных по нефти нет только какие-то краткосрочные взгляды и идеи поэтому мы остаемся с одной стороны то же самое по золоту золото к сожалению продолжает свое бельгинятное движение пилообразное то есть мы знаем что на золоте крупные игроки это на центральные банки они полностью держат рынок золота под контролем и это сейчас год выборов это очень важно и поэтому как говорится ничего от золота мы особого не ожидаем и к сожалению не участвуем в игре на золоте потому что в общем соотношение резкоходов здесь очень очень неприятные в лучшем случае один к одному ну из-за этого входить сюда не стоит ну вот вкратце в принципе и все не так много мы на праздники упустили конечно жалко что в общем то фьючерс на S&P 500 пошел вверх без нас и поэтому сегодня на российском рынке мы открыли с ГЭПом но тем не менее и в такой ситуации можно что-то поделать и сейчас Олег расскажет что у нас будет на России то есть я помню что мы занимали длинные позиции по части акции давайте посмотрим Олег тебе слово расскажи Добрый день не сбылись многие прогнозы аналитиков об Армагеддоне в майские праздники в принципе ничего удивительного редко когда рынок повторяет то что был предыдущий год на следующий и поэтому попытки как предыдущий год к текущей ситуации приспособить они очень редко очень часто не оправдываются что мы по нашему рынку сейчас будем делать и что делали как вы помните покупали мы перед майскими праздниками Сургут и Ростнефть на часть подфеля вот и ждали роста в майские праздники связывал я это с анаугурацией президента и с улучшением ситуации на рынке ликвидности сейчас мы этот рост наблюдаем многие кто перед праздниками продавал и пытался там возможно даже шортить сейчас армагеддон устанавливают позиции вот у нас получился такой гэп вот по индексу МВБ за счет этих игроков вот ну а мы наши позиции лонгово удерживаем и смотрим какие варианты еще для открытия лонгов также как вы помните давайте немного формируем я использую на рынке этот стиль чем-то схож с агрессивным стилем в покере то есть это очень осторожный стиль но в то же время он агрессивный когда я вижу что я хорошо понимаю ситуацию на причине вот когда рынок снижался и многие задавали вопрос ну когда же покупать мы опоздаем все вырастет там на 10-15 процентов начинали покупать потом усреднялись потом со стопами выходили вот я все это время говорил что рынок пойдет еще ниже и будем начать мы вот в этой точке по акциям по сугуту и по роснефти как вы помните немного на опережение но в принципе на часть портфеля тоже можно было делать потому что были фундаментальные причины для роса а дальше появились технические причины пробитие вот этого коридора вот как раз перед майскими и сейчас эти технические причины подтверждаются дальше практически вошли в долгосрочный наш коридор который вот был он рисовался несколько месяцев и осталось только здесь закрепился для того чтобы продолжить движение наверх по этой причине позиции которые мы открывали по сургуту и по роснефти мы удерживаем и смотрим где открывать дополнительные позиции сейчас перейдем на акции посмотрим варианты вот газпром довольно неплохо себя чувствует вышел он из вот этой формации по газпрому я предлагал варианты там для покупки вот как раз на выходе но сами по газпрому не открывались потому что покупали сургут и роснефть что сейчас по газпром делать если позиции в портфеле нет никаких то понятно что надо здесь покупать цель движения это район 175 ну а стопы ниже 163 то есть отношение доход-риск один к одному не очень хорошее но если в портфеле акции нет то что поделать такой вариант по сберу тоже здесь я жду пока движение наверх вот в эти дни прошли мы наконец-то с огромным трудом вот эту границу коридора находимся над ней и если сейчас делать покупки то стоп надо ставить ниже 92 с половиной ну а цели первая цель это 96-97 вот эта зона покупка по сберу но это опять же в том случае если никаких позиций в портфеле нет если есть сургут и роснефть как мы брали на часть портфеля то лучше подождать движение наверх откат и подышать это вариант если нет позиции в портфеле по норникелю тоже та же самая ситуация хотя он мне меньше нравится чем сбера но для диверсификации возможна покупка норникеля но стопы здесь очевидно вот они цели вот здесь находятся почему мне не очень нравится здесь тоже отношение доход резко один к одному как по Газпрому вот ну и по этой причине лукойл довольно таки неплохо выглядит как вы помните мы обсуждали когда он еще в этой пиле находился ситуацию о том что он выйдет из нее вниз и потом опять в нее вернется это будет хороший момент для входа в лукойл поэтому сейчас если позиции нет их можно открывать стопы ниже 1765 то есть вот примерно такие стопы ну а цели первая цель это 1830 то есть здесь немного получше картина чем по норникелю и по Газпрому Роснефть у нас в Лангах открывали мы вот с этих уровней как вы помните цели я называл первая цель это в районе вот 212 в средней линии вот этого коридора ну а дальше возможно выход вот к этим уровням 215 поэтому мы пока Роснефть в портфеле удерживаем по ВТБ никаких рекомендаций не давал и сейчас возможно ВТБ как часто бывает рывком пытается гнать рынок но пока вот здесь так сейчас извините проверю одну вещь да нет вот немножко другая но тоже не сильно не сбился верной границы мы находимся ее не пробили и пытаемся еще развернуться вниз поэтому ВТБ пока я не рекомендую покупку Сургут который мы брали довольно таки несколько 2830 вот эти уровни я вам о них говорил цель называл 29.5 это верхняя граница коридора вот эту цель мы достигли пытаемся откатиться но учитывая что пока с большой вероятностью рост продолжится мы будем удерживать просто СОП в районе без убыток переставим ну а цели я думаю что вполне реально на 30.5 сходить вот в эту зону поэтому пока мы удерживаем Сургут в портфеле так Фьючерс РТС по Фьючерс РТС я называл уровень 156 пробитие которого будет говорить о том что можно набирать на откатах лонговые позиции вот это пробитие произошло еще есть уровень 156.700 вот здесь мы на нем как раз стоим пока не можем его пройти но очень большая часть пройдем поэтому в текущий момент можно открывать среднесрочные позиции цели в районе 159.400 это следующий уровень и следующий там 161.500 ну а стопы ниже 155 то есть здесь примерно вот такая картинка если держать до 161.500 сношение доход-риск примерно 2 к 1 ну вот примерно такая ситуация по рынку тут у вас сегодняшних патировок не видно почему не видно не понял где не видно вроде все подкачивается так давайте посмотрим какие ктировки не соответствуют потому что все должно было соответствовать по идее вот он газпром а да извините точно не подкачал я данные здесь по газпрому видно поэтому некоторые данные не соответствуют квик очень хитрые программы для того чтобы настроиться эти данные вперед и по этой причине потом их обновлять я их обновлял но они почему-то опять те сбились поэтому да давайте еще обновлю ну на самом деле там примерно все то же самое за исключение вот этого гэпчика который там сегодня у нас получился в целом все это надо так интерпретировать как я говорил единственная разница в том что если нет в портфеле каких-то бумаг вообще никаких то я бы открывался на часть портфеля по как я уже говорил наиболее интересные варианты это норникель лойл вот даже так неплохо продвинуть цели поэтому если в портфеле ничего нет то можно открывать на часть портфеля лукойл со стопом близко за стопом будет ниже 1790 вот ну а цели это вот первая цель довольно таки близко уже 1830 ну а дальше это в районе 1860 поэтому если держать до следующей цели 1860 это вполне реально что тут же лукойл туда выйдет учитывая закрытие реестра и улучшение с ликвидностью то можно здесь покупать лукойл если же есть в портфеле уже какие-то акции то для того чтобы увеличивать в портфеле бумаги нужно стандартный вариант это в твою сторону потом откат и на откате уже увеличение поэтому если партфеле есть то можно подождать и после отката увеличивается так что спасибо за то что подсказали с утра я это все настроил но к сожалению опять что-то там сбилось очень квик конечно еще та программа спасибо за внимание до свидания удачных трейдов до завтра всего доброго до завтра успешно с инвестицией